привет любителям игры асфальт 9 и сегодня я впервые сталкиваюсь с таким форматом ивента как star way что можно перевести как звездный путь ну и в этом видосе будем разбираться что это за акция такая действительно ли это халява халяв как они так вот говорят в сообществах или все-таки есть какие-то подвохи давайте разбираться с этим ивентом но сначала будет одна полезная интеграция ты играешь в а9 и у тебя есть телеграм ну тогда я настоятельно рекомендую тебе подписаться на канал моего давнего кореша и по совместительству ютубера жеки море разнообразной инфы по игре нормальное адекватное общение в чате а также знойные молотки ждут тебя там ну насчет последнего правда не обещаю но вот все остальное по любому будет я там уже есть залетайте и вы ссылки на канал и чат оставлю в описании и я действительно впервые участвуют подобного формате ивенте потому как когда запускали такую акцию на ламборгини huracan эта тачка у меня уже давным-давно в золоте и в таком случае участвовать в венте мы естественно вы не сможете в том числе если у вас уже peugeot onyx прокачан на все звезды то вы соответственно тоже не сможете участвовать в этом star way ну что же давайте знакомиться и так нас встречает стартовый экран акции и мы сразу можем узреть то что этот ивент разделен на 5 вот таких вот этапов которые здесь называются шагами и насколько я понимаю то с какого шага вы стартуете зависит от того насколько звезд у вас прокачан автомобиль на момент старта этого ивента вот у меня эта тачка сейчас на три звезды если мы нажмем кнопочку инфо то перейдем как раз в гараж и увидим статус нашего разыгрываемого автомобиля в данном случае это peugeot onyx вот у меня ровно три звезды поэтому первые шаги я здесь пропускаю так как у меня уже есть три звездочная прокачка и я начинаю проходить эту акцию с четвертого шага то есть я имею возможность прокачать эту тачку сейчас пока что на 4 звезды и теперь давайте смотреть какие условия требуются для того чтобы этот этап пройти и так вот как мы видим тут в середине экрана у нас есть маленькие иконки автомобилей это шесть автомобилей которые нужны для прохождения этой акции и рядом с каждым из этих маленьких автомобильчиков у меня стоит такая галочка и она говорит о том что у меня все условия выполнены для прохождения этого четвертого шага то есть насколько я понимаю если я правильно понял что для того чтобы пройти допустим четвертый шаг то все вот эти вот автомобили которые здесь нарисованы они должны иметь тоже четыре звезды и соответственно с другими шагами тоже первый шаг значит нужны тачки просто открытые второй шаг это все тачки нужны на две звезды третий шаг все на три звезды ну и так далее пятый шаг соответственно все автомобили должны быть на пять звезд в чем же тут может быть подвох подвох состоит в том что для того чтобы пройти каждый из шагов и забрать итоговую награду нам надо выполнить все условия этого шага вот мы видим что например четвертом шаге здесь всего 78 условий и финальная награда это чертежи до повышения на следующую звезду предоставляется только в том случае если вы выполните все эти условия а если у вас нет какого-то автомобиля в нужной звездности для данного шага то вы все условия выполнить не сможете и вы на этом застряете и что же делать вот что же делать паника что в этом случае надо делать спросите вы ну его специально для вас тут нарисованы вот паки которые предоставляют наши любимые геймофты чтобы вы потратили свои жетоны а почему меня перекидывает сюда когда я нажимаю на эти баки это большой вопрос потому что паки находится не здесь они находятся в разделе со всеми паками и вот он набор star way это мульти пак в котором могут выпадать вот эти все автомобили которые здесь представлены я так понимаю все или почти все их вообще-то 6 автомобиля тут я вижу ну да 6 автомобилей все правильно все рачки здесь представлены цена пока немножко снижена по отношению к остальным пакам но тут такие автомобили что 600 жетонов если допустим будет запускаться star way на автомобиле более топовые скажем то возможно и цена пока будет тоже дороже ну в общем только так только докачивать автомобили если вы хотите проходить следующие шаги далее такой вот интересный момент сразу у меня возникает вопрос у меня на peugeot onyx сейчас 0 чертежей из 36 допустим если бы у меня был скажем ну один из 36 какая был у меня была бы итоговая награда потому что так как у меня 0 чертежей мне даются все 36 но если бы у меня хотя бы один чертеж был бы то что здесь было бы 35 чертежей или как бы все равно 36 чертежей дается вот этот момент отметьте в комментариях если кого-то такое неровное количество чертежей как у меня но тоже такой вот интересный момент так ну что ж давайте теперь выполнять все вот эти условия вообще посмотрим что надо выполнить в каждом этапе так первое это у нас во феррари идет здесь завершить гонку не траву но здесь определенное задание есть задание побить время гонки некоторые жетоны здесь есть в этом плане конечно может быть обидно тем игрокам у которых скажем peugeot onyx уже прокачан на все звезды ну или на 5 звезд то есть автомобиль у нас 6 звездочные да вот 5 звезд я так понимаю уже недостаточно для того чтобы этот ивент проходить ну и обидно может быть в том плане что вот эти вот награды жетоны скажем самое главное здесь награда эти игроки недополучат ну и далее вот есть у нас макварн p1 здесь тоже такие вот обычные задания я так понимаю в каждом этапе надо проехать по пять раз чтобы забрать все абсолютно условия поэтому тут катать конечно не перекатать вот за один заход это все не выполнишь то есть тут 6 автомобилей представлено по 5 раз это 30 доездов чтобы закрыть чисто один шаг а потом я так понимаю будет сразу наверное открываться следующий шаг скорее всего во времени это не ограничено и надо будет еще 30 раз или что такое катать ну поэтому я по одной гонке в это видео наверно проеду и посмотрим чего из этого получится итак начинаем с ferrari во ferrari сделать две нитроволны метра в дрифте баллоны с нитро вот это вот важный момент чтобы их не пропускать так ну что во ferrari у меня золотая в принципе все автомобили золотые для этой акции поэтому проблем у меня вообще не будет с тем чтобы выполнять эти условия итак поехали первую гонку на ferrari во ferrari так ну я тут за нитроволны и метры в дрифте вообще не переживаю вот по поводу баллонов все таки надо это стараться особо не пропускать и вообще в принципе за все задания не переживаю там еще убить время гонки вот это дубовый автомобиль уже привык катать чисто на оперте во ferrari оперте это ж обычный во ferrari уже забыл какой же у него хреновый дрифт у этого автомобиля реально жесть ну тут спокойно все это набирается и дрифт даже бонус вам дали вот как же хреново тачка поворачивает это капец в смысле бонус имеют у slipstream дали чтобы сразу на старте там две нитроволны выполнить и все не парится но вот если кто баллоны пропустил можно по этому пути ехать тут еще вот видите банки стоят ну там конечно мест вполне достаточно чтобы 6 баллонов собрать ой блин 200 километров в час и это золотой автомобиль ё-моё да открыл я эту тачку на на золото когда вот у меня был большой слив красных монет но сейчас я уже практически столько красных набрал сколько у меня было тогда когда я только начинал их сливать так ну чё выполнил я тут все задания я надеюсь да все выполнил ну и дальше надо будет вот это все выкатывать 5 заездов в общем все условия выполняем как я говорю и будет вам счастье но сейчас будем переходить на следующий автомобиль и проедем уже на нем и в этой гонке уже нас встречает maclaren p1 вот блин когда видосы записываю такие фрезы могут происходить но без записи экрана такого не бывает никогда и тут надо сделать вот как раз три развороты за прыжок вот на этом трампли не отлично выполняется и просто общее количество прыжков 4 штуки время нитро 10 секунд и просто выиграть гонку ой буэнос-айрес вспоминаем что это такое вот прошлом нашем породистом сезоне буэнос-айрес практически не катали а вот тут уже в сетке буэнос-айрес нам во второй вернулся и в этих акциях тоже он есть так что вспоминаем что этот раз у нас в игре также существует просто четкий верхний брейк как мы это можно назвать это за разворот пошло или вообще никак не засчитали что за интересный корявый трамплин получился ну да ладно в принципе тут спокойно гонка доезжает солдат такую знаете серьезный трек поставили не какой-то там обрубок трассы надо реально больше минуты ехать как еще один трамплин и вот уже наконец-то финиш ну все нормально я думаю без проблем и эти задания тоже выполнил да все в порядке ну а теперь давайте перемещаться на третий автомобиль данной акции это будет chevrolet corvette grand sport toucher и стойте и аплодируйте ну corvette лофты решили уважить видимо за его былые заслуги и поставили для его этапа вообще длинную 120 секундную трассу в нью-йорке чтобы здесь выполнить все условия надо сделать 600 метров в дрифте подобрать 5 баллонов с нитро а также сделать 6 трюков ну этим сейчас и будем заниматься вот разворот прокручу для этого дела баллон с нитро подберу ну и в общем и про дрифчу в общем все буду делать чтобы выполнить все задания на великолепном chevrolet corvette grand sport который даже здесь почему-то не заворачивает но я уже говорил что в нью-йорке моем нелюбимом нью-йорке это мое нелюбимое место то есть этот тоннель это нелюбимое место на нелюбимой карте круче самое нелюбимое место наверно во всей игре ну это же corvette на нем можно и такие вещи проворачивать бочки делать на прямых трамплинах почему нет почему нет это же corvette тушечный автомобиль он на все способен так ну только 60 процентов трассы я проехал вспоминаю все что это за тачка уже очень долго я на ней не катал corvette я сетки принципиально не беру потому что мне не особо привлечают такие вот автомобили на которых не руинят гонки тач драйверы уж не в обиду вам тачеры но есть такие тачеры которые реально токсичные в игре особенно раньше это чувствовалось этот момент сейчас уже конечно не так когда быстрее там до легенды доходишь уже corvette и не видать можно сказать уже уходит на покой этот автомобиль ну почтим его память в этой акции так ничего выполняю я здесь и условия естественно по-другому наверное и быть не может что было если я только про что-то забуду может быть не выполню очередные 40 жетонов ну и давай теперь перебираться в четвертый этап этого шага и посмотрим какая тачка будет там а тут у нас будет ferrari fx xk еще один довольно забытый автомобиль в игре на котором я уже очень давно не катал но блин симпатичный чертяка особенно вот в этой раскраске которую я сделал ну а тут чтобы выполнить все условия необходимо сделать пять разворотов столько же прыжков 6 секунд провести в воздухе ну и побить время гонки минута 34 секунды вот тоже довольно длинный трек поставили для этой тачки ну а почему я в этом видео не рассказываю конкретно про сам оникс ну честно вот вам признаюсь мне вообще трудно что-либо говорить про автомобиль на котором я не катал можно сказать практически я его вообще толком нигде не использовал и даже я и не помню при каких обстоятельствах я его в принципе открыл единственное что мне запомнилось про эту тачку так это то что она была нужна мне для того чтобы хэнесси веном f5 открыть на все звезды вот там надо было прокачивать этот автомобиль чтобы условия ивента набирать тогда я сливался в том числе и на peugeot onyx он там был мультипаках великолепное приземление просто это бухой автомобиль у нас сегодня туда с fxsp не то но я доезжаю гонку потому что хорошо хоть здесь задание побить время гонки а не выиграть ее поэтому был смысл ехать дальше даже несмотря на аварию вот тут ведь совпало так что надо побить одну 34 а если поставили выиграть гонку то и смысл бы не было даже финиширование только вторым приехал так ну чё давайте теперь переходить на следующий автомобиль этого ивента и здесь у нас уже не столько редкий автомобиль сколько редкая трасса в игре потому что и на вот эта трасса открытый мост в среднем западе сша очень редко где используются сетку и и так и не добавили вот изредка она появляется в разных специальных акций уже чё-то это очень давно и не было ну и надо тут вспоминать есть кстати одно интересное задание задание называется без аварий и вот я вижу у нас тут еще и приплелись менты чтобы дать нам как раз блин проехать без аварий наверное ё-моё на самом деле помешать нам это сделать да и нафиг мент ну а также надо сделать два нокдауна но в принципе с учетом слип стрима чуть не разбился они делаются просто на старте этой гонки а еще надо крутить бочки 4 бочки прокручиваем ну твою мать вот когда надо бочка нихрена не крутится а вот еще один трамплин слава богу и спасительный трамплин я думаю для этой гонки получится так так блин куда же тут ехать куча развилок господи у вас для порта нет хорошо ну кстати телепорт я не уверен что считается за аварию поэтому может быть или партироваться то и можно будет но тут я вроде и без телепортов и без всякой фигни финишировал да вот все-таки спокойно тут ну как относительно спокойно выполняя все задания и теперь осталось проехать в последнем этапе этого шага и там нас встретит уже икона вулка на титаниум кстати в день записи этой гонки я вот получил для икона вулка на титане вот этот спойлер который я сейчас установил но это уже хоть действительно спойлер выглядит реальный спойлер а не то что давали первый спойлер который там был но это вообще какая-то смехота ну а сейчас тачка уже выглядит более так конечно агрессивно ну и надо агрессивно выполнять все задания чтобы здесь забирать все необходимые условия это три нитроволны но на старте сразу я их сделал еще там с лип стрима также 5 трюков и 600 метров дрифте ну в окне где есть где подрифтить поэтому проблем быть не должно ну вот я еще хочу боковой порог другой получить для этой тачки и уже думаю закончил тюнинг этого автомобиля но вот вот для икона вулка на титане вот эта кастомизация которую вы сделали я считаю реально подходит в отличие там некоторые другие автомобили например тоже сэна мне вот не нравится как выглядеть со всеми этими обвесами но икона прям хорошо смотрится так народ ну что проехался на всех этих шестерых автомобилях и теперь мне остается просто выполнить все оставшиеся условия и вернусь к записи этого видео уже позже когда буду подходить как раз к выполнению всех условий посмотрим как выглядит забирание всех вот этих вот наград как нам навалят там просто чертежей но это конечно займет некоторое время так ну что это была последняя гонка которую я должен был проехать в этом фарме условий четвертого шага ну и давайте посмотрим как нам сейчас выйдут награды как вообще это все выглядит я впервые буду забирать какую-то награду из старое вот этот пак это было последнее 78 условия ну и по идее да вот мы видим что можно забрать аж целых 36 чертежей на весь плане дурный автомобиль в игре peugeot onyx выглядит просто как фантастика какая-то но это реальность ну и давайте же забирать эти 36 чертежей вот так вот народ навалил от чертежей и теперь можно повышать автомобиль на следующую звезду кстати говоря узнал такой один интересный момент что вот в предыдущем старвея писали что если вы например не повышаете автомобиль вот сейчас когда вам дается награда то вы можете забрать со следующего шага больше чертежей то есть вы можете участвовать даже не смотря есть у вас больше количество чертежей на следующую звезду но в этот раз уже так не канает и чтобы участвовать в следующем шаге тачку обязательно нужно повышать ну и что я собственно сейчас и сделаю итак peugeot onyx повышаю на четыре звезды 4 звездочная тачка ну и давайте посмотрим что нас ждет дальше этого события больше нет вот мне написали и теперь написано что я на пятом шаге нахожусь давайте зайдем и посмотрим какая же тут будет награда я так понимаю тут те же самые автомобили тоже 78 условий 52 чертежа как так вофты вы серьезно 52 чертежа в раздавать на хороший автомобиль но я же говорю действительно ивент выглядит неплохо конечно именно такой с такими автомобилями ну что же давайте теперь я буду проходить все вот это вот заново и когда буду забирать 52 чертежа тогда и будет следующая часть видео эх вот вы в реале так можно было бы делаешь один магический переход и у тебя уже все пройдено но на самом деле конечно пришлось немного позадрить но теперь я готов забирать финальную награду этого старуэй на peugeot onyx прогресс выполнен на сто процентов и мои чертежи готовы аж целых 52 штуки ну и давайте их забирать эй шансонье навали френч репа вот так клево это все выглядит и моя тачка теперь готова для повышения на пятую звезду но тут кстати есть такой один очень интересный момент о котором я тоже бы хотел сказать вот вофты говорили что вот эти вот ивенты star way они будут время от времени повторяться в том числе и на эти же самые автомобиль на huracan вот на onyx возможно будет повторение и суть состоит в том что допустим если я сейчас автомобиль не буду повышать до следующей звезды то возможно в теории будет такой небольшой шанс что я все равно все равно смогу поучаствовать в следующем star way несмотря на то что тачка у меня уже ну якобы поднята на пять звезд но чисто технически если я нажму посмотреть позже она у меня останется на четырех звездах но я думаю шанс на это не очень большой но тем не менее пока что я этот автомобиль повышать не буду пусть он остается так возможно сгорю маленький шанс что а вдруг получится еще пятьдесят два чертежа на эту тачку получить если вот когда будет повтор этого star way пока он у меня будет оставаться так ну конечно если он нужен будет для какой-то там скажем акции важно или что такое то придется все-таки повысить но что я в целом думаю по поводу данного формата ивента ну конечно же конечно же если будут запускать и на такие акции то это очень вкусная вещь но здесь есть одно очень большое но и она заключается в том что буквально одна одна как это слишком донатная по это видно я тачка которую могут поставить в какой-либо и star wave может тупо все испоганить в том числе сюда еще относятся и автомобили с ключом вот у нас следующий старой будет нам акварин спитею но скорее всего он живут в следующем сезоне и не дай бог туда поставит какую-нибудь такую редкую донатную тачку и star wave на спитею просто может накрыться медным тазом из-за чисто этого одного фактора поэтому конечно ивент хороший если сюда ставят доступные для большой массы игроков автомобиля но если будете доставить это редкие тачки в которой игроки плохо вкладывается ну тогда не так уж это и вкусно ну тоже зависит от того какие конкретно автомобили будут выставлены но что вы думаете насчет всего этого движа по поводу ивента star wave насколько вы звезд могли поднять эту тачку я думаю многие с нуля просто и открыли на 5 звезд просто ивент мечты но напишите в комментариях свои эмоции ну и спасибо всем кто смотрел это видео до конца я надеюсь оно вам понравилось подписывайтесь если еще не подписаны также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании всем буду благодарен удачи вам на трассах асфальта всем пока а